Всем доброго времени суток! А это видео о том, сколько стоит еда в немецких супермаркетах. Еда там стоит дороже, конечно, чем в наших супермаркетах. Но каждый человек, в какой бы он хорошей стране, с какой бы он вкусной едой не жил, всё-таки стремится к тому, чтобы поесть своё родное. И в каких бы там ресторанах не питался какой-то там заморской диковинной едой, всё равно хочется нашего стандартного борща, вареников, пельменей, той же самой обычной гречневой каши и так далее. Поэтому, когда я здесь приехала, я пыталась найти то, что я ела в Украине. И не в каждом супермаркете можно найти, но в больших супермаркетах есть отделы с иностранной едой. Есть отдел русская еда, тайландская, итальянская пища. Я всё-таки нашла такой отдел. Сейчас покажу, сколько там стоит наша русская еда, а также, сколько стоит другая еда в обычном стандартном немецком супермаркете. Мы сейчас зашли в отдел русских товаров. Вот посмотрим, сколько здесь и что стоит. Вот, например, сардины. 1,49 евро. Мечта хозяйки. Майонез. 1,29 евро. Потом, вот здесь вот есть такая икра кабачковая. Почти 2 евро. Даже есть аджика. 2 евро стоит. Вот написано на русском и на немецком языке. Потом есть такая вот квашеная капуста. 1,49 евро. Разные тут грибочки, огурчики консервированные. Вот такая вот большая банка огурцов и помидоров стоит 2,99 евро. Икру, майонез можно здесь прикупить. Ну и здесь вот еще один отдел. Всяких печеньев, семечки, колва. Почти 2 евро. Вафли есть. Коровка. 1 евро. Цены, конечно, не такие, как у нас. Можно здесь купить вот гречневую кашу. Такую упакованную. Можно купить крупу пшеничную. 89 центов. Перловую крупу за 99 центов. Обречневая каша стоит 1 килограмм. 2,79. И сгущенное молоко. 1 евро 19. Так что самое необходимое для русских здесь можно найти. На немецких полках, конечно, этих товаров не найдешь. Ну и цена такая соответствующая. В раза 2-3 выше, чем по-настоящему оно все стоит. Вот сейчас посмотрим, сколько стоит здесь фрукты и овощи. Вот эти вот такие красивые помидоры стоят 2 евро 99 центов. Огурцы 49 центов. Такая вот морковка стоит 1 евро 29 центов. Капуста белокочанная и краснокочанная стоит 99 центов. Картофель стоит 1 килограмм. 1 килограмм 30 центов. Грибы шампиньоны. Одна вот такая вот порция стоит 1 евро 29 центов. Лук стоит 1 килограмм 59 центов. Дешевле, чем картофель. Чеснок стоит 35 центов за 100 грамм. Бананы 1 евро 15 за 1 килограмм. Апельсины со скидкой стоят 95 центов. Молоко продается в таких вот упаковках и стоит 69 центов. Это молоко может храниться месяца 4, наверное. А здесь вот свежее молоко, которое хранится до 2-3 недель. Стоит 65 центов. Вот можно купить тоже Альпен молоко. 1 евро 9 центов. А вот я нашла калинка кефир от фирмы Мюллер. Производится в Германии. Стоит 79 центов. Вот есть еще такое бутамильщ. Принцип тоже одинаковый. Вкус, в принципе, такой же, как в кефире. 500 грамм стоит 69 центов. Немцам очень нравится есть разные консервированные салаты. Вот, например, мясной салат. 1 евро 39. Картофельный салат. Очень популярный. Йогурт-картофель. Картошка в майонезе или под йогуртом. 3 евро. Вот квашеная капуста. 3 евро 19. Всякие такие разнообразные салаты. Целый отдел посвящен этому делу. Вот еще есть нудель-залат. Макаронный салат. 2 евро 19. Они берут прям с хлебом это, с каким-нибудь бутербродом, с чаем. Это, может быть, весь ужин или завтром для немцев. Вот в таком вот виде продается сырая рыба. На льду лежит с разных стран мира. Вот, например, кусочки филе красной рыбы. 100 грамм стоит 1 евро 49 центов. Ну, тут вон кальмары лежат. Тоже 1 евро 49 центов за 100 грамм. Ну, и разнообразные сорты. Креветки. Вот такая вот упакованная говядина стоит 7 евро 79 центов за килограмм. Здесь вот то, что любят немцы, есть практически каждый день. Разные колбаски с салями. Вот такое вот сало с прослойками мяса. Которая стоит 300 грамм 7 евро 49 центов. Дорогое, конечно, удовольствие. Салями стоит 3 по 50 грамм практически 3 евро. Начиная от 3 евро и дальше. Здесь цены пошли все выше и выше. А вот здесь вот отдел только с макаронами и спагетти. Какие только душа пожелает. 2,69, 2,29. Любых цветовых форм. Рис стоит. Out Uncle Benz. 250 грамм. 1 евро 69. Вот такой разнообразный рис. В разных пакетиках упакованный. Я сейчас ищу рис желтый, длинный, специально для плова. А для тех, кто любит выпить, можно купить вот такую вот тару. Смирно водка 3 литра. Практически за 60 евро. Или ром за 56 евро. Трехлитровый. Да, можно так серьезно подготовиться к Рождеству. С 3 литрами водки и рома. Хлеб вот такой вот стоит. 1 килограмм. 1 евро 30. Обычный белый хлеб. И вот такой вот с разными семинарами здесь. Тоже евро 30. А вот такие красивые кусочки баранины я купила. Здесь 380 грамм. Вот такая упаковочка стоит 12 евро. Это 21 евро за килограмм идет. Но есть еще продается баранина на косточках. Самая дорогая 34 евро. Это самое дорогое мясо, которое мы нашли. Еще дорогой здесь кролик. Где-то 24 евро. Нет, 21 евро килограмм. И 24 евро это одна задняя мясистая часть. А творог здесь выглядит вот таким вот образом. 500 граммовая упаковка. А внутри как очень густая сметана. Здесь вы не найдете в обычных магазинах такого рассыпчатого и пористого творога, как у нас. Вот я сейчас хочу из этого творога сделать сырники. Я добавила сюда 2 яйца, 500 грамм творога. Сода. Еще будет мука. Мой муж очень любит это украинское блюдо. И причем у них буква С читается как буква С. И когда он приходит домой и видит это блюдо, он такой довольный говорит, мы сегодня будем сырники есть. Я говорю, сырники нет. А сырники мы будем есть. Но хотелось бы приготовить еще вареники с творогом. Но из этого вареники сделать нереально. И, к сожалению, еще такой пористый сухой творог для вареников я здесь не нашла. Но, может быть, в будущем где-то отыщу. А сода здесь продается вот в таких вот упаковочках. Одна упаковочка 5 грамм. Сода называется по-немецки Натрон. Вот написано Это не то, что у нас сода продается в 500 грамм упаковке. Раньше нашей содой мыли бабушки посуду. Кто-то и до сих пор моет этим, увлекается. Но когда я искала соду, я искала 500 граммовую упаковку. Или хотя бы что-то похожее. Я даже не ожидала, что сода будет продаваться вот таким вот образом. Мы уже спросили просто в супермаркете у женщины. Она нам подсказала, где она продается.